Всем привет! Это программа Эх, дороги! И я ее ведущая Валерия Ермакова. Ну что, погнали, проинспектируем пермские дороги. Первая наша локация – это улица Василия Татищева. Здесь у нас школа-точка находится, и нам написали родители детей, которые посещают это учебное заведение, в Телеграм. Они говорят о том, что сейчас, особенно в дождливую погоду, детей приходится высаживать в грязи. Ну, в принципе, мы увидим, какая ситуация здесь у школы, что происходит. И такая у нас даже не парковочная зона, а вот такая ситуация у нас рядом со всей школой. Я прекрасно понимаю, что эту школу посещает много детей. Да, утром родители тоже приезжают много на автомобилях, и приходится действительно высаживать детей. Вот сейчас даже не знаю, как там назвать, какая-то каша, месиво, и чистым ребенок в школу точно не приходит. Но хочется отметить то, что на картах это не отмечено как парковка, то есть на самом деле это газонная зона. И хотелось бы, чтобы все-таки, наверное, для удобства и жильцов может быть ЖК, и, в принципе, для учителей, для родителей, которые привозят сюда своих ребят. Либо сделали действительно это парковкой, чтобы всем было удобно и комфортно, либо, если это все-таки газонная зона, то ее как-то оградили, чтобы тут не получалась вот такая каша. Ну, а пока эта территория не обозначена никак, ни газонное пространство не сделано в удобную парковку, можно наблюдать вот такие ситуации. Видимо, кто-то из родителей привез утром или днем ребенка в школу, ну и автомобиль пришлось так и оставить. Он просто завяз. Я думаю, наглядно видно, насколько неприятная ситуация, насколько глубоко, да, засела машина. Ну, в принципе, это могло здесь произойти и в темное время суток, потому что освещения нет, и яму можно было просто не заметить. Ее нужно срочно либо заделывать, либо вообще что-то делать как раз-таки вот с этим пространством, на котором мы сейчас видим припаркованные автомобили. Потому что иначе здесь таких автомобилистов будет немало. Вот совсем неподалеку есть еще одна лужа, которая может также оказаться сюрпризом, которая испортит весь день. Следующая наша локация – это пересечение улиц Пермская и Газеты «Звезда». Здесь вот такая ситуация. Одновременно у нас пешеходы переходят и Пермскую, и Газеты «Звезда». И на это у них всего лишь 17 секунд, а потом они ждут 62 секунды, чтобы снова была возможность перейти дорогу. Тут явно нужно продумать настройку светофоров, потому что, допустим, на улице Пермской у нас сейчас идет реконструкция Тюза, и улица вообще перекрыта. То есть тут приходится пешеходам просто стоять 62 секунды целых просто так, и уже потом переходить дорогу. И причем этих 17 секунд недостаточно, чтобы перейти дорогу по диагонали. То есть можно просто не успеть, особенно если ты ходишь небыстро. Ну, не знаю, зачем здесь сделано и используется именно такая система, что сначала «Зеленый» горит на газеты «Звезда», потом на Пермскую, а потом уже только для пешеходов. Наверное, для того, чтобы автомобилистам было удобнее поворачивать. Но вот сейчас, по крайней мере, пока идет реконструкция на улице Пермской, очень мало людей вообще, в принципе, поворачивают. Поэтому можно было бы пока что перестроить комфортно светофоры, чтобы, не знаю, пешеходам не приходилось так долго ждать. Вот сейчас уже надо лететь на следующую съемку, а мне еще 45 секунд надо ждать. А вот тут как бы вообще, в принципе, никто не ездит. Но все-таки по правилам дорожного движения будем переходить. На этом у меня сегодня все. Присылайте места и локации, которые нам стоит посетить, в наш телеграм-канал. И мы обязательно постараемся это сделать. Всем пока!